Добрый вечер, в эфире «Весь Карачаево-Черкесия», в студии Руслан Жукаев и коротко о главном. Снижение уровня неформальной занятости и легализация трудовых отношений. Рашид Емрезов принял сегодня участие в заседании, которое провел Юрий Чайка. Юго-восточная окраина Черкеска. Почему сюда отказываются ехать в службе экстренного реагирования? Таксисты устанавливают большие цены. В школьные лагеря распахнули свои двери. Какие мероприятия ждут ребят и как они уже проявили свои творческие способности. Бег – это жизнь. Этот праздник привлекает внимание к здоровому образу жизни. Сегодня Международный день бега. Сегодня глава Карачаева-Черкесии Рашид Емрезов вместе с губернатором Ставропольского края Владимиром Владимировым принял участие в заседании Межведомственной комиссии по снижению уровня неформальной занятости и легализации трудовых отношений в СКФО, которое в режиме ВКС провел полпред Юрий Чайка. Открывая заседание, он отметил, что субъекты округа достаточно эффективно выполняют поручения президента РФ по снижению неформальной занятости. В Карачаево-Черкесии более 90% выявленных работников, осуществляющих неформальную трудовую деятельность, заключили трудовые договоры. Юрий Чайка еще раз обратил внимание на необходимость постоянного контроля по данному вопросу. На днях в редакцию «Висей» обратились люди, проживающие на юго-восточной окраине Черкеска. По словам горожан, дорога к их домовладениям настолько плоха, что по ней отказываются ехать даже службы экстренного реагирования, а таксисты заламывают большие цены. Ситуацией вместе с общественниками и представителем Мерии разбирался корреспондент Артур Мксе. Эта дорога мало кого из местных автомобилистов может оставить равнодушным. Особенно тех, кто ранее повредил из-за ее ухабов и ям какую-то часть своего транспортного средства. Поэтому стоит ли удивляться тому, что желающим сюда отправиться таксисты выставляют несоразмерно более высокие цены за услуги. А службы экстренного реагирования едут на вызов на юго-восточную окраину Черкеска, как на заклание. Ребенок заболел, была высокая температура, мы вызвали скорую. И скорая, чтобы нас не искать на дачах, мы встретили ее на железной дороге с ребенком с температурой 40. И вот на трассе нам оказывали первую помощь, то есть делали литическую, как бы сбивали ребенку температуру. То есть скорая помощь сюда к нам, ну как бы она нас не ищет, то есть не приезжают. Но при этом у вас есть прописка и... При этом да, у нас есть прописка, у нас дом оформлен как жилой. Двухкилометровый участок дороги связывает с улицей Даватора и основной территорией Черкеска примерно 700 человек. Многие жители садоводческих товариществ имеют здесь прописку, то есть должны пользоваться всеми, так сказать, благами. Однако добиться проведения части коммуникации пока не получается. Да и автодорога является такой лишь номинально. Естественно, каждая дорога требует ухода. Значит, все отказываются от ремонта в связи с чем. Потому что зона ответственности РЖД дороги. Значит, я обращался в жилищно-коммунальный отдел или как управление ЖКХ администрации Черкеска. Мне там сказали, дорогие товарищи, мы ваши понимаем, но сделать ничего не можем в связи с тем, что это дорога в зоне ответственности РЖД. Обращайтесь к ним. Горожане обратились за помощью и в региональный народный фронт. Как говорят общественники, ситуация действительно сложная, поскольку дорога находится в зоне ответственности и муниципальных властей, и железнодорожников. В том, что последние сами не могут или не хотят что-то исправлять, люди не виноваты. А потому компромисс всё равно должен быть найден. Представитель управления жилищно-коммунального хозяйства пояснил съёмочной группе вестей и горожанам, с чем связана задержка и какие меры необходимо предпринять тем, кто обратился за помощью. Мы несколько раз пытались его облагоустроить сами, но по закону не получается, в связи с тем, что нам выделены средства, выделены на обслуживание автомобильной дороги сети города Черкесска. Так как это зона отчуждения РЖД мировозческих сетей, мы не могли на неё утратиться. Поэтому вот так всё затянулось. Внутри ЧЗХМ, грубо говоря, вы должны самообустроить, выйти на муниципальную территорию, и с муниципальной территории дальше мы сами идём. Мы понимаем, что здесь спорная ситуация. Дорогой владеет как РЖД, так и между мэрией и РЖД идёт спор. Потому что это зона отчуждения РЖД, дорога находится, но тем не менее людям должна подведена инфраструктура. И вот сейчас мы услышали от мэрии города, что хотя бы первоначальный ремонт пройдёт уже в течение месяца. На самом деле вопросов по данной части региональной столицы немало. Горожане надеются на скорое решение хотя бы тех, без которых нормально жить здесь попросту невозможно. Люди мечтают, что за обещанным мэрией черкеско-ямочным ремонтом последует и полноценная работа над дорожным полотном с согласия, а возможно и при участии филиала РЖД, без которого по закону нельзя даже провести обрезку опасно свисающих над проезжей частью деревьев. Артур Мухцелий-Бастанов, Вести, Карачаево-Черкесия. Политический и общественный деятель, председатель политической партии «Яблоко» Николай Рыбаков посетил Карачаево-Черкесию с рабочим визитом. Он проявил себя с различных областей в решении проблем государственного масштаба, включая экологию, экономику, юриспруденцию и журналистику. Он работал в местных органах самоуправления и был руководителем ряда коммерческих и некоммерческих фирм и организаций. В республике он провел встречи с аднопартийцами, отдал дань памяти жертвам политических репрессий. У одного из мемориала с ним встретилась Альбина Ламкова. Председатель российской политической партии «Яблоко» Николай Рыбаков регулярно осуществляет командировочные туры и посещает регионы, проводит встречу с активами и сторонниками партии. На Кавказе бывает часто, но в нашей республике впервые. В мае был в Чечне и Дагестане, в Черкесск приехал из Кабардино-Балкарии. Одним из важных пунктов пребывания в нашей республике стало посещение мемориала жертвам политических репрессий в Карачаевске. Для меня было очень важно сегодня побывать не только на этом мемориале, но и на мемориале в Карачаевске, потому что я понимаю, что гигантская боль и трагедия народа, она не утихает. И во многом сейчас делается недостаточно для того, чтобы отдать по-настоящему память людям и сделать абсолютно невозможным повторение таких событий. Затем, прибыв в Черкесск, Николай Рыбаков вместе с председателем регионального отделения партии «Яблоко» Ахмедом Абазовым возложили цветы к мемориалу жертвам Кавказской войны. Чтить прошлое – главная ценность человечества, то, к чему призывает партия «Яблоко», отметил Николай Рыбаков. «Яблоко» призывает нашу страну, нашей власти сделать человеческую жизнь, человеческое достоинство, свободу человека самой главной ценностью и смыслом работы государства. И когда приходишь на такие мемориалы, еще раз понимаешь о том, насколько это важно в нашей стране, потому что очень тяжелое прошлое у многих народов в нашей стране. Но мы живем вместе и должны понимать, что это прошлое надо помнить, знать, чтить. Общительный жизнерадостный член общества – так характеризует Николая Рыбакова. Он действительно располагает и внушает доверие. Сразу после возложения Николай Игоревич проявил интерес к окрестностям местного парка отдыха РТИ, оценил красоту ландшафта, осмотрел детскую площадку, был очарован. В ходе беседы рассказал о том, каким он видит будущее партии «Яблоко». Мы видим нашу партию такую, которая будет всегда с нашим народом, с нашей страной и в тяжелые периоды жизни, и в лучшие периоды жизни. И это та партия, которая всегда будет отстаивать ценность свободы, мира человека и благополучия в нашей стране, чтобы каждый человек мог реализовать себя здесь, в нашей стране. Альбина Ламкова, Алий Бастанов, Вести Карачаева, Черкесия. Сейчас прогноз погоды, а после мы продолжим выпуск. Не переключайтесь. В Карачаево-Черкесии преимущественно без осадков. Ветер восточный и 5-10 метров в секунду. Порывы будут до 11-14. Температура ночью 7-12, в горах до плюс 7, а днем 20-27 градусов тепла, местами до плюс 19. В Черкесии без существенных осадков. Ветер восточный и 5-10, порывы будут до 14. Температура ночью 10-12, а днем 23-25 градусов тепла. Мы славно потрудились и славно отдохнем. В Черкесии прошел праздник открытия летних лагерей. Праздничную программу подготовили учащиеся 5-й гимназии республиканской столицы. Подробности у Али Баташева. В сердце обороны школьный лагерь, свой веселый парамет. Здесь волшебный параметров превращается в народ. Это наш долгожданный месяц. Когда мы с вами можем прекрасно отметить его. Мы ждали этого с вами целый год. Я желаю вам море эмоций, фантастических идей, новых знакомств и массы интересных впечатлений. А мы с воспитателем постараемся организовать вам достойный и, главное, безопасный досуг. Аплодисменты! Наш адик открывается! Я собираюсь ее провести с пользой. Мы очень хорошо учились и устраиваем новые игры и проведем мы хорошо лето. И порезем на море. Быть в лагере со своими друзьями, поиграть в разные игры и... А какие игры у тебя любимые? Вот расскажи, на свежем воздухе. Можно поиграть в догонялки, в прятки. С мячом, да? Много игр. Еще, по-любому. Каждый год в начале июня принято отмечать Международный день бега. Задача этого праздника – привлечь внимание к здоровому образу жизни. Для спортсменов-легкоатлетов нашей республики бег – это неотъемлемая часть их жизни. Подробнее Дарья Тендит. Огромное количество людей бегают каждый день, но лишь немногие занимаются спортом профессионально, ставя перед собой задачи выполнения определенных результатов. Виктория Яковенко занимается лёгкой атлетикой уже пять лет. За этот период времени она добилась высоких результатов в беговых дисциплинах на 400 и 400 метров с барьерами. Виктория не собирается останавливаться на достигнутом и планирует связать свою жизнь со спортом. И выступать на более крупных уровнях соревнований. Хочу выполнить первый разряд, а там уже кандидат в мастера спорта и дальше больше только. Бег – главная составляющая лёгкой атлетики. Её принято называть королевой спорта. Это определение не случайно. Ещё с давних времён в дисциплинах по лёгкой атлетике разыгрывалось наибольшее количество медалей на Олимпийских играх. Воспитанники спортивной школы Олимпийского резерва хоть и не выступали ещё на Олимпиаде, но на всероссийских соревнованиях показывают отличные результаты, поделилась Ирина Титаренко. Она тренирует спортсменов уже на протяжении 30 лет. Сейчас у неё занимается около 40 детей. Все они поделены на разные группы. Группа спортивного совершенствования, тренировочная и две группы начальной подготовки. Не буду скрывать, нам есть чем гордиться. Мы побили свой же рекорд. Мы привезли 40 медалей различного достоинства. У нас выступали дети в разных дисциплинах. Лёгкая атлетика – это же королева спорта. У нас очень много дисциплин. В каждой возрастной категории у нас есть спортсмен, на которого мы надеемся. Республика, конечно, возлагает на них большие надежды. Мы будем стараться. Также не стоит забывать про период восстановления. Опытные спортсмены знают, что отсутствие отдыха пагубно влияет на организм. Тренировки проходят пять раз в неделю. На отдых, конечно, хватает времени. Главное, стараться. Чем ты занимаешься во время отдыха? Во время отдыха стараюсь уделить внимание близким, родным. Бег является самым распространенным и доступным видом спорта. Для занятий не нужно ничего, кроме желания, спортивной одежды и кроссовок. Таисия Титаренко с самого детства ведёт активный образ жизни. Её мама – тренер. Она и привела Таисию в лёгкую атлетику. Уже с малого возраста она точно знает, какой должна быть спортивная форма для тренировок. Ну, это главное, чтобы она была удобная, чтобы в ней не было жарко, когда ты тренируешься. И по твоему размеру, чтобы она тебе не была ни большая, ни маленькая. Самый простой способ отпраздновать Международный день бега – это выйти на пробежку и пробежать любую дистанцию самостоятельно. Пробежку лучше совершать на стадионах или по пересечённой местности. Дарья Тендит, Али Бастанов, Вести Карачаева, Черкесия. Это вся Вести на сегодня. Прямо сейчас смотрите продолжение фильма «Паромщица. Долина мечты». Всего доброго и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин